Пластиковые бутылки, стекло и консервные банки. На детском пляже в Каспийске сегодня прошла массовая уборка. Неравнодушные горожане решили убрать то, что за собой иногда забывают делать несознательно отдыхающие. Подробнее в сюжете Карина Баталовой. Детский пляж – одно из любимых мест отдыха жителей и гостей Каспийска. Четыре километра побережья до сегодняшнего дня оставались заброшенными. Сейчас здесь чисто. Собрано 15 мешков мусора. А все благодаря активной работе. Мусор, и бутылки, и пластиковые отходы, и бытовые отходы, отходы еды и так далее. Наши отдыхающие. Есть такой контингент людей, который убирает данный мусор. Но некоторые будто бы делают это специально или из каких-то побуждений своих. Но мы намерены это исправить в ближайшем будущем. Будем контролировать данную работу. Помимо мусора на этом участке есть еще одна проблема. Из-за прорыва в ливневой трубе вода просачивалась снаружи, создавая тем самым идеальные условия для роста камыша. Искусственное болото разрасталось с каждым днем. В данный момент мы камыш скосили и будем разбираться с прорывом. Если устраним утечку, потом будем окапывать траншею, для того, чтобы вся вода в одном месте собралась. Я думаю, в течение недели мы этот участок приведем в порядок. Работа кипит с 9 утра. Но ребятам-спортсменам к такому режиму не привыкать. Они прознаются. Лучший способ помочь городу – это сделать его чище. У нас по утрам тренировки. Вместо тренировки пришли убрать пляж. Думаю, каждый был рад, был бы здесь есть порядок, был бы чистота. Если не было бы мусора на пляжу. И вот пришли, решили помочь. Организаторы акции не намерены на этом останавливаться. В начале учебного года в планах работа со школьниками и студентами колледжей. Карина Баталова, Салман Гитихмая. В новости ННТ. Каспийск. Карина Баталова, Салман Гитихмая.